Вот эти еще ноябрьские фото темно-коричневой воды в реке Угра Калужской области изрядно напугали общественность. Кто-то даже заявил о неминуемой экологической катастрофе. Дескать, глиняная взвесь, плывущая по течению с разрушенного карьера, ушла в аку и теперь уничтожит всю ее экосистему. Страшилки в стиле «теперь оно идет к вам» специалистов Рязанского водоканала позабавили. Здесь давно уже знают, как обращаться с такими вот мутными водами. Да и сама река за почти двухнедельный путь постаралась. При прохождении определенных расстояний, конечно, происходит самоочищение. Естественно, поэтому то пятно, которое было показано общественности, в таком виде уже сюда не дойдет. Оно будет уже гораздо меньших размеров и, скорее всего, может быть уже практически незаметно. Но это не отменяет того, чтобы мы были готовы к тому, что нештатная ситуация может произойти на наших сооружениях. Ежедневно четыре очистные станции Рязанского водоканала пропускают почти 150 тысяч кубометров воды. На данный момент основные значения по мутности, взвешенным веществам, окисляемости для начала зимы в норме или, выражаясь языком технологов, в пределах фоновых значений. Никаких поводов для беспокойства нет. Глинистые отложения, в любом случае, как передает нам информацию Росприроднадзор по Калужской области, они не представляют опасности для жизни и здоровья населения. Они представляют только сложности в технологии водоочистки. То есть для того, чтобы очистить воду от глинистых отложений, водоканал должен использовать для очистки большие дозы сернокислого алюминия, запас которого у нас в настоящее время имеется. Прибытие бурого пятна – ситуация пусть и нештатная, но вполне рабочая. Весной в половодии, когда с полей ваку уходит вся грязь, говорят в горводоканале, река обычно еще темнее, чем сейчас. И прибытие шоколадной воды в Рязань – сегодня эта история уже больше медийная, чем техногенная. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».